Здравствуйте, уважаемые телезрители! На ТВ программа Открытый эфир. Я Владимир Банчиков. Буквально вчера прошел, состоялся, так скажем, праздник, международный день пожилого человека. Хотя, на самом деле, я считаю, что день пожилого человека и пожилых людей мы вообще должны отмечать 365 дней в году, а в високосный год – 366. Поздравить в том числе и меня с этим праздником мы пригласили в нашу студию не кого-нибудь, а первого заместителя министра социальной защиты населения Республики Бурятия Анастасии Александровну Меринову. Здравствуйте, Анастасия Александровна. Извините за такое долгое вступление. Ну, начинайте поздравлять. — Поздравляю. Хотя, наверное, только в России люди друг друга поздравляют Днем пожилого человека. Вообще, это Международный день пожилых людей, призванный обратить внимание на эту категорию населения пожилых людей. Хотя сами пожилые люди не любят, что так они говорят. Да, и я тоже не люблю. Мне больше нравятся старшие поколения, старшие друзья – мама, баба, бабушка, дедушка. Ну, как-то это все-таки добрее. И вот только в России у нас поздравляют все друг друга с этим праздником. Хотя это просто день чествования именно пожилых людей. День добра и уважения, как я говорю. Поэтому с праздником. — Да, спасибо. Но я поэтому и говорю, что надо, чтобы такой день был, в принципе, не прекращался вообще никогда. Тем более, наше любимое правительство, да, государство продлило еще на молодость, на пять лет всем, поэтому унывать вообще никак. — Унывать, конечно, я считаю, смысла нет. Я пенсионную реформу сама лично поддерживаю, ну, как человек, как гражданин. Ну, как чиновник, само собой, это понятно, да. Но как человек и гражданин я уже поддерживаю. Потому что я уже говорила неоднократно, 55 лет женщину называть пенсионеркой, называть старой – это, ну, преступление, наверное. — Можно и в глаз получить за такое. — Однозначно. Причем вот на мой характер я бы, наверное, тоже расстроилась очень. — Я нисколько не сомневаюсь. — Да. Поэтому пенсия, она будет, ее никто не отменил, только она будет на пять лет позже. И, конечно же, все пенсионные льготы, все пенсионные блага, все социальные блага, они все остались. Кроме того, регионы все приняли обязательства, все льготы, которые гражданам, женщинам 55-летним и мужчинам 60-летним, они все сохранены. То есть они все остались. Это ветеран труда, квалифицированные специалисты, работающие в сельской местности. Все вот эти льготы по ЖКУ и все ежемесячные денежные выплаты, они будут выплачиваться точно так же. Такое решение принято. Соответствующий законопроект в Народных Урал внесен и уже одобрен был на последней сессии. То есть все эти льготы, они сохранятся. — Ну, раз, что мы пошли по такому, для меня, кстати, достаточно неожиданному руслу разговора о пенсионной реформе, в таком случае, Анастасия Александровна, вот такой вопрос. А у нас катастрофическая нехватка, это все знают, в детских садах, в школах. Да? Если раньше многие родители, молодые родители имели возможность составлять своих детей с бабушками, с дедушками, то сейчас, извините, такой возможности у многих не будет. Вот как в этом случае государство должно, на ваш взгляд, как чиновника, решать вот эту проблему? — Ну, во-первых, детские сады будут строиться, будут строиться, будут строиться частные детские сады. Это в любом случае, эта работа идет, и очень большое внимание уделяется на уровне правительства. Просто я вижу, вот на заседаниях правительства бывают, на совещаниях, на различных, на планерках, это однозначно предмет, наверное, ежедневного внимания именно правительства и лично главы Республики Бурятия. Вопрос достаточно острый по детским садам, это да. Но существует масса форм, и Минобразование этим занимается тоже, и активно это пропагандирует, дошкольного присмотра за детьми. То есть это все будет развиваться в любом случае. Я думаю, что этот вопрос будет решен в любом случае, да. И финансово он емкий, конечно, мы все это понимаем, и ресурсоемкий. Ну и те же бабушки, дедушки могут найти себя в частном бизнесе по детским садам. Это у нас даже технология такая была, бабушка на час, очень востребована, она и есть, она развивается, она работает. И вот я считаю, что вот эта ниша, да, по присмотру именно за детьми, за внуками, она очень может быть востребована у старшего поколения. Задача огромная все-таки стоит по трудоустройству граждан именно старшего возраста. Она есть, эта проблема, все ее понимают, все работают над этим. Будет возобновлена программа наставничества, программа именно трудоустройства пожилых граждан именно на федеральном уровне. У нас недавно был селектор, и Максим Анатольевич Топилин, наш министр, говорил именно об этом, о трудоустройстве граждан пожилого возраста, чтобы каждый нашел себя, чтобы была возможность переучиться. Если человек, допустим, там все-таки хочет поменять и уже, ну, надоело быть ему бухгалтером, да, там всю свою сознательную жизнь, он должен иметь возможность в предпенсионном возрасте получить профессию новую, востребованную на рынке труда и трудоустроиться. Это будет, это уже приоритет государственной политики вот на ближайшую перспективу. Я знаю, что наше министерство, ваше министерство, впереди, наверное, России всей по некоторым очень интересным проектам, именно связанным с людьми, как вы говорите, старшего возраста, тем, кому повезло, на мой взгляд, повезло уйти на пенсию вовремя, ну, вовремя, теперь уже это по-старому, скажем, будем говорить так, да, как старые деньги, новые деньги теперь, старый пенсионер, новый пенсионер, по-старому уйти на пенсию. Чем вы их заинтересовываете, занимаете? Я знаю, что очень много проектов, видел их, слышал про них. Вот, вообще, да, у нас очень много новаций, очень много разных, как сказать, технологий, разных способов занять людей старшего возраста, ну, они сами с этим, в общем, прекрасно справляются, и вот у нас 25 сентября прошла республиканская ярмарка «Активное долголетие». Там широчайший выбор был способов провести время, способов показать себя, способов и методов самореализации для пожилых граждан именно пенсионного возраста, начиная от студии красоты, начиная от показа одежды, начиная от макияжа и заканчивая факультетом компьютерной грамотности. Очень много было всяких заготовок, ну, таких осенних, да, ну, традиционно осенние пара, да, то есть женщины любят готовить, некоторые мужчины тоже. То есть, да, различное творчество, картины шикарнейшие, выполненные в различных техниках, медицинские всякие разные услуги. То есть, все, что гражданин может получить в нашей стране, это все было на ярмарке представлено, начиная от товаров, специально для старших граждан, для граждан старших возрастов, и заканчивая вот танцами, песнями, спортом и так далее. То есть, это очень большой такой объем. И вот очень радует то, что вот в СМИ, да, появляется, вот сейчас я смотрю, очень много таких ярмарок, ну, тиражируется этот опыт. То есть, сейчас проводит «Пионер» выставочный комплекс, да, наш. Еще проводят, ну, различные в КСК, допустим, город проводит сегодня или вчера, ну, в общем, на днях проводил и так далее. То есть, это очень хорошо, что этот опыт, он тиражируется, распространяется, делается многое все-таки, я скажу, многое. Не, вот я про это и с этого, собственно, и начал. Видно всем, не вооруженным глазом, что в этом направлении очень многое делается. Но мы с вами прекрасно понимаем, да, что главная беда, наверное, такого серьезного возраста – это одиночество, как правило. У нас этот год объявлен годом волонтерства и добровольчества, насколько я помню. Да. Вот вы привлекаете для работы вот с одинокими пенсионерами молодежь, именно вот волонтеров, добровольцев, как это все происходит и насколько это все действенно? Конечно, это большой пласт нашей работы, однозначно, это все делается. Министерство молодежной политики и спорта тут тоже нам очень серьезно, мы наш партнер. Есть добровольческий корпус в студенческих университетах во всех, да, это такая основная масса ребят из техникумов, очень хорошо нам помогает колледж многоуровневый в этом отношении, у них прямо целая программа есть, вот как и что нужно делать. – Ну, тимуровцы, по-моему, как это было в мои, в советские времена, тимуровцы, фактически. – Ну, можно и так сказать, да, много есть того движения там, конечно, да. Наши ребята, допустим, с БГУ, они приходят в Центр доверия, там читают книги пожилым, есть психологические факультеты, они проводят прямо там тренинги с нашими уже престарелыми гражданами, потому что у нас контингент достаточно пожилой проживает в наших домах, интернатах. Это все есть, это все работает. Но я хотела бы сейчас сказать еще, как бы, такое новое направление наше – серебряное волонтерство. У нас создано движение в Республике Бурятия серебряного волонтерства, где наши старшие товарищи, бабушки, дедушки помогают таким же бабушкам и дедушкам, как они сами. Собираются, вовлекают всех в активную социальную жизнь, где-то даже помогают, где-то даже тимуровцами работают, где-то продукты купить там и так далее, тем, кто уже ограничен в самообслуживании, где-то книгу почитать, где-то просто поговорить, где-то по телефону позвонить, спросить, как дела, как здоровье, послушать, самому счету рассказать. Это тоже очень важно. Это очень важно. Да, и важно для того, кто эту помощь оказывает для самого волонтера, и важно для того, кому, конечно же, это безусловно. Поэтому… То есть абсолютно взаимовыгодная такая… Да, полная гармония, то есть, я считаю, такая вот замечательная технология, она у нас развивается, и будем набирать мы это все. Опыт. И опыт, и объем, и обороты. И обороты. Сейчас мы очень много у нас на всех уровнях, да, власти, в том числе, говорим о так называемом частного государственного партнерства. И опять-таки вы, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия, тут тоже впереди планеты всей, я имею в виду опыт, закаменского вот этого отеля, санатория, пансионата, даже не знаю, как его назвать. Вы побывали там, да? Да, мы там побывали, и я… Ну, очень хорошее впечатление, это так, мягко скажем. Ну, да, там, конечно, люди работают особенные, они, так сказать, давно в этом направлении работают, и, то есть, когда было принято решение у них взять это здание в концессию, трудовой коллектив, конечно, перешел весь туда на работу, однозначно. И вот этот опыт, это вот бережное, я бы сказала, вообще отношение к достоинству пожилого человека, к его комфорту. К одинокому пожилому человеку. К одинокому пожилому человеку, потому что, я еще раз повторю, все-таки право на социальное обслуживание у нас имеют граждане, которые ограничены в самообслуживании, ну и, как правило, одинокие. Они вот у нас проживают в наших учреждениях, это дома-интернаты, дома-ветеранов, то есть для престарелых граждан и инвалидов. И, конечно, вот концессия у нас пока одна в республике такая. Это вот Горный воздух, пансионат, достаточно комфортное учреждение, там дирекция постоянно работает над тем, чтобы улучшить проживание, чтобы было людям комфортно, чтобы были различные формы досуга там, чтобы были безопасные условия, чтобы вкусно кормили, было мягко спать и так далее. То есть вот для этого все это делается. Еще есть сеть частных пансионатов, конечно, у нас. Ну, сеть, может быть, громко сказано, их сейчас всего у нас 11, но таких, так сказать, комфортных и тех, кто стоит в реестре услуг, поставщиков услуг. Это совершенно легальные организации, которые также следят за своим качеством, ну и мы следим за качеством предоставляемых им. Там же все, и медицинское обслуживание. Да, но медицинское обслуживание, оно, как правило, там есть, там есть врачи туда приходят, узкие специалисты приглашаются специально. Здесь мы в этом плане с медицинскими учреждениями очень серьезно отрабатываем. И мы, и наши партнеры, так сказать, частные, наши коллеги частного сектора. Но тут есть один момент. Очень много открывается сейчас таких вот частных пансионатов, да? Полулегальных. Полулегальных, я бы сказала. И тут, конечно, вопросы качества, вопросы отношения бережного, вопросы компетентности персонала, они есть к ним, вот именно к этому сектору. Люди оформляются как социальные, как гостиницы. То есть оказывают гостиничные услуги с питанием и проживанием. Ну, вот это как бы в них в уставе написано. А социальные услуги – это совершенно отдельный вид деятельности. Там должен быть обученный персонал, должен быть, ну, вообще политика такая, что вот. С кем вы работаете. С кем вы работаете, да. То есть все это должно, и социализацией людей этих должны не заниматься. Потому что ни один человек, который помещается в стационарное учреждение, он все равно не должен отрываться от семьи. Вот это наше основное правило. В любом случае какие-то социальные связи должны быть. Пускай там, ну, совсем одинокий человек даже есть. В любом случае. У него есть какие-то коллеги по работе. Он же жил в социуме, правда? Дальние родственники. У него есть какие-то дальние родственники. У него есть какие-то соседи, которых, может быть, там, ну, раз в полгода, раз в год, ему будет приятно видеть там хотя бы. Хотя бы, которые будут поздравлять его с днем рождения. То есть это тоже, этой работой тоже нужно заниматься. Конечно. Вот, а не просто там вот поместил и забыл. Покормил, там обиходил как-то, и лежит там человек один целый день, и никто к нему не подходит и так далее. То есть я бы тоже вот хотела обратиться к нашим коллегам, да, вот, может быть, даже на камеру, чтобы, пожалуйста, приходите к нам в министерство, уважаемые частные предприниматели, уважаемые индивидуальные предприниматели, приходите. Будем вместе планировать вашу деятельность, будем вас регистрировать, будем ставить на учет и работать вместе. И помогать. Тут еще. Конечно, вам помогать, это я в плане помощи только говорю. Это важно. Нужно, чтобы для человека, который получает социальную услугу в стационарном учреждении, для пожилого человека, да, услуга была качественная. И безопасная. По большому счету, это все равно, где он будет ее получить. В частном учреждении, в государственном. Главное – качество и безопасность. Это основные моменты. Безусловно. И мне кажется, как любое государство, которое стремится стать социальным государством, да, или объявляясь социальным государством, два основополагающих, на мой взгляд, фактора – это отсутствие детей-сирот, точнее, детских домов. Потому что дети-сироты будут всегда, к сожалению, как бы там ни было. И брошенных стариков. Вот, мне кажется, это вот две такие категории, самые незащищенные категории граждан. Я согласна. И вот к этому мы все вместе должны стремиться. Наша цель основная. Да. Ну, давайте тогда немножко, уж раз речь зашла теперь о детях в этом направлении. У нас есть какие-то, зато небольшой промежуток времени, что мы с вами не встречались, к сожалению. Скучаем, потому что… Спасибо. Что-то изменяется к лучшему все-таки? Меньше стало у нас ребятишек в реабилитационных центрах? Ну, да. Детишек у нас стало без помещения родителей меньше. Приоритет у нас – это в любом случае семейное устройство. Семья – это святое, это основа нашего общества. И в семье есть любовь, и забота, и самое главное – навыки к дальнейшей жизни прививаются у ребенка. Поэтому приемная семья, замещающая семья – это приоритет жизнеустройства ребенка, оставшегося без родителей по какой-либо причине. Не скажу, что все гладко, но мы над этим работаем. Но 99% – это нормальные, счастливые семьи с устоявшимися очень дружескими отношениями. Это я про приемные сейчас говорю. Есть, конечно, прецеденты, но это, скорее, исключение из правил. Но они не могут не быть, потому что иначе… Ну, наша работа, конечно, в том и заключается, чтобы их не было. В любом случае мы себя ответственности не снимаем, работаем над этим, чтобы таких у нас не было случаев. И семейное устройство детей – это приоритет. Это точно. И за последние годы у нас банк данных серьезно сократился. Банк данных – это, скажем так, список… Детей? Детей, да, компьютерные, федеральные, которые остались в обеспечении родителей и находятся в государственных учреждениях. У нас он очень серьезно сократился, примерно на две тысячи за последние несколько лет, буквально два-три года. Ну, ты же… Да, это очень серьезно, впечатляющее. У нас сейчас вне семьи, вот именно в этом списке, да, оказались дети – это подростки. То есть их очень серьезно, ну, сложно устроить в семью. Ну, тем не менее, тоже есть… С иными-то подростками сложно. Ну, с подростками вообще сложно, да, согласно у меня. Сын – подросток, хороший мальчик, но вот… Ну, сложно. Ну, сложно, да. Ну, а становление личности в любом случае – это такой процесс и достаточно серьезный. Вот, и о чем я хотела сказать-то? Я хотела сказать, что о том, что и дети инвалиды, дети серьезной инвалидности, и дети-подростки вот сейчас остались у нас в банке данных. Мы стараемся, чтобы они тоже нашли свою… свою семью. Это… Своё место в обществе. Своё место в обществе, да, но через семью. Ну, желательно. Да. Мы приняли закон в прошлом году, республика Бурятия, депутаты наши приняли закон о том, что при помещении подростка старше 10 лет семью идет еще доплата приемной семьи. Ну, то есть увеличивается вот это. Увеличивается, да. Это правильно, но у нас немного сейчас этот процесс пошел более активно. Люди… Ну, в любом случае подросток – это более, так скажем, затратно содержать в семье. Ну, конечно. Чем, допустим… Чем маленького ребенка. Чем маленького ребенка. Ну, хотя… Ест больше. Ну, конечно, может кто-то и поспорить, но тем не менее нужен компьютер, нужна одежда, чтобы он себя хорошо ощущал и так далее. Другие эти гаджеты. Гаджеты. Сейчас без гаджетов это вообще очень сложно представить ребенка современного. Поэтому со всех сторон мы смотрим и материальную, и духовную составляющую, и тренинги проводим, и семинары для приемных семей и так далее. У нас организации работают различные, общественные, которые тоже помогают поддерживать престиж этого института государственного, гражданского. Ну, собственно… Дело идет. Дело идет. Спасибо большое, Анастасия Александровна, за участие в программе. Прежде чем мы закончим, я хочу предоставить вам слово, как обычно, обратиться к нашим телезрителям. Пожалуйста. Уважаемые телезрители, я хочу всех поздравить с Днем Добра и Уважения. Хочу пожелать всем здоровья, успехов и радости бытия. Спасибо большое. Как всегда, с вами было очень приятно и интересно общаться. Спасибо, Анастасия Александровна. Приходите к нам почаще с отчетом перед нашими телезрителями о проделанной работе. С большим удовольствием. Спасибо. Спасибо. Уважаемые телезрители, я напомню, что гостью программы «Открытый эфир» была первая заместитель министра социального обеспечения Республики Бурятия Анастасия Александровна Меринова. Я Владимир Банчев. Прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин